В этом году ракетные войска стратегического назначения отмечают свое 60-летие со дня образования. Зато «Озерное» состоялось праздничное мероприятие к юбилейной дате. Наши коллеги из телеканала «Озерный инкомсеть» подготовили об этом сюжет. В 1959 году появился новый вид войск, командование которым принял главный маршал артиллерии Митрофан Неделин. За 60 лет становления и развития войск менялось многое, в том числе и вооружение. Но неизменными оставались сила и мощь. День образования ракетных войск широко отмечают по всей России, во всех воинских ракетных частях и подразделениях. Празднование в Зато «Озерное» началось с традиционного возложения цветов к памятной стели в честь воинов-ракетчиков. Почтить память ракетчиков вместе с военнослужащими дивизии прибыли и почетные гости. После состоялось торжественное построение на плацу ракетного соединения. В этот день мы в первую очередь поздравляем ветеранов ракетных войск стратегического назначения. Именно их самоотверженным трудом в тяжелейших условиях создавался ракетно-ядерный щит нашей Родины. Их ратная доблесть служит примером для современного поколения стратегических ракетчиков. Я выражаю слова благодарности всему личному составу дивизии. Слова поздравления в этот день звучали в адрес ветеранов и нынешних воинов-ракетчиков, которые с доблестью стоят на страже мира и берегут традиции, заложенные их предшественниками. Особенно отличившимся офицерам в честь празднования 60-летия вручили медали за заслуги перед Отечеством I и II степени и наградили почетными грамотами губернатора за достигнутые успехи в службе. Поздравил дивизию с праздником Александр Грибов, командующий дивизией в самые сложные для ракетных войск годы. Он отметил, что дивизия сейчас, так же, как и всегда, ответственно несет службу, являясь щитом нашего Отечества и гарантом ее безопасности. Разрешите выразить уверенность от ветеранов дивизии в том, что вы всегда будете готовы и далее выполнять задачи, и наша дивизия всегда будет на хорошем счету. Военнослужащие срочной службы в честь празднования юбилея для гостей и зрителей подготовили небольшой, но зрелищный плац-концерт. Торжественная церемония награждения продолжилась в Большом зале Дворца культуры. Военнослужащих поощряли грамотами и благодарностями от командования дивизии и органов местного самоуправления. Уважаемые грабельщики, в этот праздничный день искренне благодарю вас за нелегкий и радный труд, стойкость и надежность. От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья и оптимизма, любви и согласия. Заключением празднования 60-летия ракетных войск стал концерт, в котором принимали участие коллективы и солисты Дворца культуры и детской школы искусств. Украшением праздника стал коллектив, блестящий, вновь поразив зрителя необычными и красочными костюмами. Воспитанники танцевальной студии «Граффити» подготовили патриотические и зажигательные номера. И, конечно, поздравили ракетчиков-кадеты, показав своим выступлением, что готовы составить достойную смену нынешним воинам.